Ну, я думаю, что все-таки дело именно в языке, скорее всего, потому что все-таки школа там другая. Вы видите, у вас самого есть опыт работы журналистов, кратковременный. Расскажите, как вот по эту сторону баррикады вам было? Во-первых, когда это, я-то знаю, но для зрителей напомните. Это было практически сразу после того, как я завершил спортивную карьеру. Мне понравилось, я хотел работать на телевидении. В общем, не было исключения абсолютно, как и многие спортсмены, потому что есть ощущение известности, есть ощущение популярности. Вот ты закончил свою карьеру, и многие бегут на телевидение, потому что именно телевидение может тебе скрасить эту историю. Ты как бы остаешься на экране. И внутренне ты сначала уверен, что ничего сложного в этом нет. Ну что, я не разбираюсь в своем виде спорта или в чем-то еще. Я буду комментировать, я буду рассказывать. Хотя, конечно, чем больше ты погружаешься в профессию, если ты хочешь ее делать абсолютно честно и на высоком арсенальном уровне, это вообще ничего общего не имеет с твоими знаниями, просто как правильно тренироваться там на льду. Я сначала пробовал себя в виде телеведущего новостей, но помимо того, что не обладая голосом Левитана, так мягко скажем, мне еще и просто было очень скучно. Я представил, что я теперь буду сидеть, и просто как я выбрал это, помните, в школе такое было контрольное чтение. А с суфлёры работают? Да, ну ты новости читаешь с суфлёры, а с чего ты все будешь сидеть, сидишь и просто вот так, и это смешно. Не знаю, ну такой потолок сразу в этом суфлёре виден, что мне это показалось очень-очень неинтересным. Работа журналиста, который берет интервью хотя бы на бегу у спортсмена, который только что выиграл, и собрав с него эту эмоцию, мне показалась очень интересной. В общем, она по-прежнему, я считаю, это очень интересная история, но мой опыт, наверное, не очень убедительный, поскольку я чувствовал внутренний абсолютный дискомфорт от человека, который шел, ну так скажем, такой линии, она называется, ну вот когда ты выиграл и даешь интервью, ты проходишь, и журналист, ну что ж, море микрофонов к тебе тянется, шрампы. И ты идёшь, и ты как бы вообще не хочу ни с кем разговаривать, не хочу ни в каких-то своих там разговорах, и повернулся к кого-то, узнал знакомого, с знакомым поговорил, и ты вот идёшь, ты весь в такой вот, и все за тобой бегут. И тут всё поменялось, теперь идёт кто-то другой, а ты стоишь один из тех, кто только что стоял с микрофоном, вот тянешься к нему же, внутренне говоришь, ты что, обалдел вообще, ну-ка быстро встановился и говори. И вот это вот противоречие, беготни за спортсменом, ну благо всё-таки узнаваемости, то, что, конечно, я имел авторитеты, ну и в мире фигурного катания, мне легче давалось взять какое-то эксклюзивное интервью. И он потом в какой-то момент доверия понимает, что не будет глупо хвапываться. Но вот это всё равно, я испытывал какое-то внутреннее в этом унижение, если честно, вот в этой беготне с микрофоном тоже мне. Потому что я не испытывал такого пиетета к этому спортсмену, так скажем, просто этому специально, конкретному, потому что, в принципе, когда ты сам на этих же вершинах живёшь, ты ничего такого там эксклюзивного не видишь. И что он так себя ведёт. В общем, у меня было очень много вопросов к самому себе, поэтому я положил микрофон на полку, как вот коньки на полку повесили, а я микрофон, понял, что это тоже не моё, хотя это, конечно, гораздо интереснее, если делать сюжеты и потом вот монтировать их, делать разные подводки, всё это писать. Это, в общем, достаточно интересная работа.